Белгородские кикбоксеры вернулись с первенства Европы. Домой ребята привезли 8 медалей, все золотые. Поздравить юных победителей приехал русский витязь Александр Поветкин. Вместе с президентом Белгородской федерации кикбоксинга Олегом Утениным он посетил самый большой, строящийся в Черноземье, центр кикбоксинга, а также оценил перспективы развития для белгородских спортсменов. О том, как это было, расскажет Ольга Горяйнова. Первенство Европы в венгерском городе Дьор для Жени Курбатовой первые международные соревнования. К выступлению девочка готовилась основательно – 8 лет тренировок, занятия два раза в день. Как результат – победа в первенстве России и место в сборной страны. Своей победе на Европе Женя тоже была уверена, несмотря на волнение. Очень сильно волновалась, но потом все получилось, я переборолась в страх, я вышла и сделала все как надо. Выступала спортсменка в формате сольной композиции. Этот вид кикбоксинга больше походит на шоу, тем не менее нюансов много. Акробатические элементы – работа под музыку и владение оружием. Все должно быть отточено до мелочей. Высокий уровень подготовки позволил увезти на родину две золотые медали – за выступление с оружием и без. За победу Женя благодарит родителей, ведь они всегда были рядом. Они меня настраивали, что ты выиграешь, все будет хорошо, главное не волнуйся. Следующая цель для юной спортсменки – первенство мира. Вместе с Женей стремится попасть на этот престижный турнир и Руслан Нестеренко. Он более опытный спортсмен и в свои 15 уже боролся на Кубке мира в Анапе. Однако тогда выиграть не удалось, но поражение только заставило работать больше. Я изменил свой план на тренировки, изменил свой план на подготовку. Начал тренироваться по две тренировки в день и добился своего результата. Результат действительно есть. В родную короче Руслан вернется с золотом первенства Европы. Спортсмен выступал в дисциплине фулл контакт с лоукиком. Победу принесли три успешных боя. Он признается, в финале пришлось сражаться с партнером по команде, но и это не помешало сосредоточиться на цели. У меня было три боя. Первый бой с Хорватом, второй бой с Израилем и третий бой с Россией, с ТВ. Парнишка был. Мы с ним стояли на первенстве России в финале. Также я одержал победу. Вклад в победу российской сборной по кикбоксингу внесли шесть белгородских спортсменов. В своих дисциплинах они завоевали восемь золотых наград. Таким результатом был поражен и президент Федерации кикбоксинга Александр Поветкин. Русский «Витяз» решил лично поблагодарить ребят и их тренеров за силу и упорство. Он напомнил, что Белгородская область растит уже не первое поколение победителей. Еще время от того, когда мы занимались кикбоксингом, это конец 90-х. Каждый парень, который встречался с Белгородской области, с кем-то, он понимал, что этот бой будет очень тяжелый. У Белгородской области действительно есть повод для гордости. А чтобы приумножить эти победы, в городе строят самый большой в Черноземье центр кикбоксинга. Экскурсию для именитого боксера провел президент областной федерации кикбоксинга Олег Утенин. Он рассказал, что такой комплекс объединит спортсменов всего Центрального федерального округа. Будут проходить тренировочные сборы лучших спортсменов ЦФО, соревнования. Просто будет это наш общий дом, где будем чаще видеться, собираться. И я просто таких не видел еще. Многие друзья президента федерации ЦФО, они об этом думают, хотят. Наверное, мы первые. Таких залов редко где увидишь. А почему? А что будет? Ну, вот это все будет кикбокс. Представляете, это все вместе здесь. Здесь редко где. Я вот не знаю, где есть именно, чтобы в одно все было. Это здесь будет и для физики какая-то, и для разминки спортзалы, и несколько душевых, и восстановительная комната. Это прям как центр весь для кикбоксинга. Даже в боксе, я вот честно скажу, насколько бокс развит выше, потому что это олимпийские спорты. Даже я еще не видел таких залов. Тренировочных залов в новом здании будет два. Разминочный и основной. Площадь последнего – 360 квадратных метров. В нем будут проходить тренировки и соревнования. Спортивный центр станет домом для федерации кикбоксинга нашей области. И спортивная школа Олимпийского резерва номер один. Работы по реконструкции обещают закончить до конца этого года. На его открытие уже пригласили Александра Поветкина. Ольга Горяйнова, Сергей Драчев. К этому часу. Белгород.